Разумный оценивает по собственному суждению. Глупец доверяет молве. Привет, я Даша. Поправлю тебя. Сегодня я снимаю очередные ответы на очередные вопросы. Вопросы придумала замечательный видеоблогер Кошунечка. Она, правда, не является книжной бабочкой. У неё канал, посвящённый девичьему красоте, внешности. Ну, вот такие вот дела. Она очень много читает. Поразовала на меня впечатление очень умной, интеллектуальной девушки, очень красивой. У неё потрясающий характер. Посмотришь её видео и просто сидела до этого такая... Она придумала вопросы, на которые я с удовольствием, при великим отвечаю. Последняя книга, которую ты прочла. Удалось ли как-то на тебя повлиять? Это была книга Шарля Перо. Сергей Бойко, авт... Бойко... 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 В общем, автор. Я о ней рассказывала в книге «Отчетники» за прошедший месяц, за ноябрь. Нет, она на меня не повлияла, потому что читала я её уже далеко, не в первый раз. Но в первый раз она на меня повлияла вот в плане археологии. То есть я стала её любить ещё больше, ну, пока не прошла Хагарда сут фараонов. Самая бесполезная книга в твоей коллекции? Ну, и не знаю, может быть, у меня есть ещё более бесполезные книги. Просто эта пришла на ум первой. «Михаил, упавший в моих глазах за Доронов, князь Юрик. Откуда пошла земля русская?» То, что она меня разочаровала, это ничего не сказать. Ничего нового он мне не сообщил. Основная часть книги посвящена не главной её тематике, о его возмущении, как несчастные люди посмели возражать великому Задорному, который придерживается вот такой-то версии происхождения земли русской. И меня это убило. Потому что если ты говоришь какое-то мнение, будь готов, найдутся люди другого мнения. Так всегда было, так есть и так всегда будет. И, к сожалению, среди таких людей есть не особо воспитанные, которые могут своё противоположное мнение высказать откровенно, агрессивно. Я не вижу смысла жаловаться на таких людей, и тем более затаскивать эту книгу. В общем, эта книга была огромным моим разочарованием. Мне очень жаль, что она в моей коллекции книг. Самая красивая в оформлении книга твоей коллег? Никогда не обращаю внимания на обложки. Ну, вообще. Ну, совсем. Было одно исключение из этого правила, только поразмыслив минуту или две, я вспомнила вот об этой книге. «Книга, которая скорее нашла тебя, нежели ты её». Фрэнсис Элизабет Бюроетт. Упс, прошу прощения за обложку. Я вот так закрою, ладно? У меня таких книги три. Это из этой серии. Можно я задней части вот так всё и показала, можно убирать. «Что мне было мало лет?» Со всяким бывает. «На старуху находит проруха». Кстати, ты знаешь, откуда пошло это выражение? В общем, проруха — это именно в данном контексте насилие. Понимаешь, да, о чём я? И фразы «На старуху бывает проруха» — это… «На старуху». «Проруха?» Возвращенцы. Если тебе неизвестен этот автор, как так вообще, я чё не знаю, ну, бегом в библиотеку настоящую или электронную, или магазин, эта писательница пишет очень добрые повести о добрых, милых, славных детях, которых просто в пример нужно ставить у неё. У меня самые любимые — это «Майки Лорд Фаунтлера», «Майка Принцесса» и «Таинственная сад». В общем, у меня в детстве была такая способность, сейчас её уже нет. Я слышала, когда меня вещь звала. Конечно, книги меня звали тоже, и трёхтомник Фрэнс Элизабет Пёрнт меня позвал. И это было в центральном книжном магазине моего города. Я, недолго думая, схватила кассе, и с тех пор ни разу не жалею. И до сих пор Фрэнс Элизабет Пёрнт одна из моих любимых писательниц, она сделала и моё детство, и мой характер, и то, что я не злыня. И вообще очень хорошо на меня повлияло самым благоприятным способом. Наиболее ценная для тебя книга или книга, с которой связана забавная или важная ситуация в твоей жизни. Это все книги Крапивина, собрание его сочинений. Из, наверное, книг было 10, причём в каждой поиск поиски мне мама подарила на окончание очередного класса в школе. Это был, наверное, класс 5-6, ну, что-то такие какие-то средние классы. И вот как со случаем с Фрэнсом Элизабет Пёрнт до сих пор это самый любимый писатель, который я не устаю регулярно, регулярно перечитывать. К счастью, писатель жив, продолжает писать, насколько мне известно. И ура, 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 ура. Всеми любимый автор, чьи произведения ты не приемлешь? Их несколько. Вот сейчас мне, наверное, тапки полетят. Таково моё мнение. Может, оно и противостоит твоему? Это Куатье, Каэлью. То есть для меня эти писатели не из одной оперы. И вообще мураками, причём оба, Илью и Миядзаки. Тоже, ну, не моё это. Автор, чьи произведения ты прочла наибольшее количество? Акунин. Уважаю эту лапочку, солнышку, заянку, ягодку. И уважаю. И ценю. Много я ещё аппетитов могу перечислить. Слава Богу, он пишет это быстро, часто. Ну, в смысле, издаётся часто. Я могу просто наслаждаться испугающей регулярностью его новыми произведениями. Аж старые не успевали перечитывать. Я так хочу там перечитать. Ну, я сейчас у него читаю историю. До этого мы сейчас дойдём. Если бы ты была книгой, то как бы выглядела и чем бы повествовала? Как я уже говорила, бложка — это, ну, из меня судья бложек, ну, никакой. Они для меня ничего не значат, но я тут подумала. Я бы выглядела, наверное, как-то так. «Долшебное зельноморье» «Зельноморье» Суэлла Гуин. Тоже её люблю. Только была бы побольше формата и без рисунка вообще. Но вообще, выглядела бы как-то вот так. Только бы немножко в более ретро-стиле. Может быть, какие-то вот... Я не знаю, эффекты старины на обложке были бы единственные. О чём? Наверное, это определённо была бы книга по истории. И, скорее всего, именно посвящена славянам. И что-то такое вдохновляющее, что-то вот вдохновляющее любить славян, потому что, к сожалению, западные страны делают антирекламу России и другим славянским странам. А мы самим себе эту рекламу не делаем. То есть, делаем, но она такая... Её очень мало. Я только одну могу сейчас вспомнить. И она какая-то такая... тусклая. Поэтому я была бы вот такой книгой. Если бы ты была автором, какой строчкой начала бы очередное произведение? Это было бы что-то банальное. Например, это случилось ранним утром... Это случилось весной, когда... Утро... Когда жавороны пил свою... Свой гимн встающим из солнца. Ну, в общем, что-то такое завернуло бы. Книга, которую ты собираешься прочесть в ближайшее время или читаешь сейчас? Я сейчас читаю, например, целых три книги. Первый электронный вариант это «Пятибрук названиях улиц». Походу завтра я её уже дочитаю. И так, также я читаю «Бог никогда не моргает», «Регина Брэд». И эти книги, которые читаю, это «Бриса Куин. История государства российского от истоков до монгольского нашествия». Миями, вкусняшка. Вот. На этом всё. Я тебе желаю человеком быть достойным для увековечивания в книгах или хотя бы для вдохновления на какой-нибудь образ книжный. На этом всё. До скорых книг! Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова